Алексей сейчас спокойный и счастлив. У него есть любимая работа, достойный заработок, рядом семья. Но еще совсем недавно он был один в огромном мегаполисе. Говорит, постоянно чувствовал себя гастарбайтером. Отсутствие наличия квартиры в Москве – это самое главное. Необходимых документов, когда уже начинаешь жить, оформлять, так скажем, свои отношения с точки зрения трудовых отношений. Отсутствие работы, перспектив, маленькая зарплата. Зачастую именно эти мотивы вынуждают людей искать счастье за рубежом. Россия, Украина, Европа и даже Америка, где только не встретишь наших. Но для них теперь есть работа и в родной стране. На сегодняшний день на территории Приднестровья запущено строительство 12 объектов социального назначения. Мы принимаем специалистов строительных профессий как к себе в штат, так и приглашаем суподрядные компании. Алексей вернулся из Москвы в родную республику именно тогда, когда появилась работа для строителя. Зарплата хорошая, работа интересная, но главное – дома, вместе с семьей. Я узнал, что есть работа в Террасполе, связался с представителями компании «Нед Москве» и выехал в Приднестровье после уже договоренности. Самое главное – близо семьи, дома, родных, знакомых, так скажем, знание местной специфики облегчает труд и ускоряет работу. Для работы на строящихся объектах евразийской интеграции создается порядка двух тысяч рабочих мест. Нужны кадры строительных специальностей – каменщики, штукатуры, отделочники. Работать на большой приднестровской стройке хотят не только местные, но и соседи-молдавани. В последнее время с работой там все хуже и хуже. Ну, если предложат хорошую зарплату, то, конечно, такой вопрос. В таких условиях, конечно, можно хорошо работать. Ближе к дому, конечно. Чем ездить куда-то в Россию, в Москву, в Ленинград. Я думаю, что не проблема. Час туда, час обратно, и ты дома. Практически как по городу с одного конца в другой. Работы действительно хватает. Сотрудничать с генеральным подрядчиком хотят строительные фирмы из Молдовы. Предложения от них буквально сыпятся. Более активное желание поучаствовать в тендере проявляют компании из Украины и Молдавии. Дома и стены помогают, рассказывает сегодня Алексей Ушаков. Ведь нет ничего приятней, чем после насыщенного рабочего дня. Познакомые с детства дороги возвращаться домой, где ждут родные и близкие. Татьяна Сярова и Александр Тыш, Первый Приднестровский.